Добрый день всем! Всем хочу показать как выбирать правильно чайники электрические Я себе выбрал металлические полностью. Именно чтобы крышка тоже внутри была металлическая, потому что есть металлические, а крышка сама пластмассовая и как бы это мне не очень приятно когда отдает пластмассовым. Вот внутри металлический, носик металлический Здесь он сверху обшито еще пластиком получается, чуть-чуть как термос сберегается И самое главное критерия еще закипания. Когда вот включаете, включили, пошла красная лампочка Закипятили себе чашку, сейчас продемонстрирую, поймете что я имею ввиду, потому что очень много чайников попадается Я не знаю брак это или не брак или специально делается, что приходится 15-20 минут ждать пока остынет элемент срабатывания А потом только кипятишь чайник. Это не очень удобно, поверьте. Я это попадал на такие и в гостиницах и в хостелах Вот этот чайник я выбирал нормально Вот закипятилась вода, допустим я вылил и мне не надо ждать пока вот эта система остынет Я могу, вот я, видите, нажал и сразу опять он заработал Понятно, сразу отключается Но когда свежую воду вы наливаете, не ждете 10-15-20 минут, вы сразу кипятите Так что если попадется вам такой чайник, который надо ждать, сразу несите, меняйте, потому что это что-то не то В общем все простое Либо же стеклянный рекомендую, либо же металлический Вот, ну не знаю, может там супер дорогие, но пластмасса есть пластмасса, она всегда пахнет Даже вот тут металлический, верхняя крышка нагревается, пластмасса все равно чуть-чуть слышно Вот, но не было тогда в магазине выбрать мне еще полностью металлическая крышка Ну и так в принципе нормально, сам чай, кофе не пахнут пластмассом Потому что перед этим я покупал, вроде бы цена нормальная, и это, но все равно как не это, пахнет пластмассом Я его забрал на работу В общем я думал, всем полезно будет это видео Вот, пишите еще какие чайники есть, интересные электрочайники Ставьте лайки, комментарии, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok